Дорогие друзья, приветствую вас на астрийском канале Harmony in Ostria. Угадайте, где мы с вами? Кто самый догадливый? Правильно! В самом-самом красивом месте для жизни в Астрии, в Бадховгастане. В общем, как вы поняли, как только у меня выдаётся свободный денёк, то я приезжаю всегда в Бадховгастан. И это уже болезнь. Болезнь. Я зависима от этого места. Я признаюсь вам в этом. У меня есть зависимость. Сегодня я была на торжественном мероприятии. Для меня каждое собеседование – это торжественное мероприятие. Всегда одеваюсь как на праздник. Людям очень нравится, как я выгляжу в национальном австрийском платье. Ну, почему бы не порадовать их и себя. Но, к сожалению, мероприятие было не очень удачно для меня, потому что, как всегда, много работы и мало денег. Работать не пять дней, а шесть, а денег всего на 100 евро меньше, ой, больше, чем я получаю сейчас. Так что не судьба. Ну, ладно, буду искать дальше. Конечно же, я хочу найти что-то в Бадховгастане, особенно на зиму. Боже мой. Нет, это место, оно идеально. Это место, оно идеально. Ребята, здесь такая зеленая трава, ну, практически как в Швейцарии. Это место, оно самое красивое. Когда я въезжаю в эту долину, мое сердце замирает, а потом начинает очень быстро биться. Когда я увидела одну фотографию в Фейсбуке, просто фотография травы и цветов. И я посмотрела на эту фотографию, подумала, я знаю это поле, я знаю эту траву, я знаю эти цветы. Я еще не видела, где была сделана эта фотография. И потом я посмотрела. Да, фотография из Бадховгастана. Вы знаете, я здесь знаю каждый камень, каждое дерево. Я знаю, как отличить траву Бадховгастана от травы в Хольштадте, например. И здесь самая красивая трава. Здесь самый лучший воздух. Здесь самые лучшие мои любимые больные туристы. Ох, кур, кур туристы. Ой, боже. Разве это не мечта? Ребята, посмотрите. И эта березовая аллея, это, конечно, нечто. Это нечто. Это душа отдыхает. В общем, продолжаю искать себе работу на зиму. Ну, или хотя бы там на осень, на зимний сезон. Вообще, наработать уже надоело, хочется отдыхать. Вот, по поводу отдыха классные вы мне дали советы. По поводу Черногории. Но это далеко, далеко ехать на машине. А лететь я, не знаю. Лететь неохота до Черногории. Вот. Так что, скорее всего, либо опять Швейцария, либо Мальта. Ну, на Мальту же нету никаких альтернатив. Только лететь. Ой, ребят, вот так. Так, как всегда, надоело работать. Вы знаете, когда я работала в Бадху, в Гастане, это было просто класс. Я до работы выходила, делала променадик. Вот здесь вот по этой березовой аллее. Либо ходила в парке, гуляла. Иногда, я помню, я даже успевала сходить в термы до обеда. Да. Многих отелей здесь ищут сотрудников. Но по факту, когда приходишь, ничего они не ищут. Ну, они только пишут, что ищут, но ничего они не ищут. Не знаю, кстати, почему отели так делают. Приходишь, и они вот начинают. А у вас есть цо, игнисэ. Это, знаете, эти рекомендации. А у вас есть то, а у вас есть сё. А вы что-нибудь с собой принесли? Знаете, когда вас действительно хотят взять на работу. Ну, не вас, а вообще. Ну, вот ищут сотрудника. Вот ты заходишь, они тебя сразу берут. А вот эти вот, которые начинают. А у вас это есть? А это есть? А что вы можете? А что вы не можете? Это сразу понятно, что ничего им не надо. Просто так они зачем-то пишут, что они кого-то ищут. Никого они не ищут. Вот. И они ищут главное всегда. Вот знаете, сколько я уже лет работаю. Как начала работать после развода. Постоянно одни и те же отели постоянно кого-то ищут. Ну, на самом деле, никого они не ищут. Не знаю, почему это так в Австрии. Кстати, если вы живёте в Австрии, у вас тоже есть такой же опыт. Поделитесь. Как вы думаете, зачем отели это пишут? Зачем они пишут, что они кого-то ищут, если они никого не ищут? Вот. Есть у меня ещё пару идей, куда можно на зиму смыться. Ну, посмотрим. Вот. И ещё одно очередное, не знаю, 101-е видео о том, как я сильно люблю Бадховгастань. О том, что это самое красивое место. О том, что здесь просто рай. Ребят, спасибо за просмотр. Скоро будет стрим, не переживайте. Я всё ещё жива. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok